В Ульяновске стартовал отопительный сезон. Тепло в первую очередь поступило в социальные объекты. Сегодня в этом решили убедиться депутаты городской думы. Народные избранники посетили детские сады и школы. И везде смотрели на градусники. Эдуард Истомин подробнее. В 42-й школе уроки по расписанию. Чтобы не мешать учебе, депутат гордумы дождался перемены, а затем прошелся по классам. Первым делом смотрел на термометр, но его показания радовали. Температура соответствует всем санитарным нормам. 23 градуса. Ребята ходят в рубашках. В классах уютно, тепло. Поэтому, как и обещали жителям, тепло в учреждениях социальной сферы запущено. В одном из восьмых классов урок химии. Дети увлеклись опытами, которые проводит учитель. Был бы холод в помещении, то об учебе думалось бы меньше. Зато мечталось бы о джемпирах и кофтах. Но ученикам не до шерстяной одежды. Ну, на улице, если да, а сюда нет. Сюда не надо носить, здесь тепло. Нет, если честно, и так очень тепло в школе. Можно ничего не одевать. На самом деле, даже слишком тепло. Игорь Крючков также зашел в подсобку. Депутат проверил, есть ли в школе шансовый инструмент. Ведь зимой часто бывает гололед, но в учебном заведении с лопатами и ломиками все в порядке. Для того, чтобы провести антигололедные мероприятия. Чтобы наши дети были всегда здоровы и, не дай бог, не было каких-либо случаев травматизма. Игорь Крючкову помогала Людмила Восцина. Депутат взяла на контроль детсад «Жемчужина». Первая точка ясли. У опытного педагога отлегло от сердца, когда она узнала, что дети в тепле. Я сама увидела, я сама убедилась, что здесь все тепло, хорошо, комфортно. И родители, которые будут смотреть этот репортаж, конечно, они сами услышат, увидят своим глазами, что это действительно не на словах, а на деле. Людмила Восцина думала не о галочке. В отчетности она честно обошла все помещения. Не забыла и про бассейн. Там температура плюс 28. Это значит, что к зиме в детском садике готовились основательно. Жалоб на то, что холодно в группах или кто-то замерз? Нет. Даже по коридорам. Хотя вроде у нас 4 запасных выхода и то тепло. Последняя точка – подвал учреждения. Депутат Гордумы проверила запасы песка соляной смеси. Ее заготовили специально, чтобы посыпать зимой дорожки. И это поможет избежать травм в гололед и не попадать в больницу. Эдуард Истомин, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск.